Ребятушки, hello, как говорится, приветствую вас в секретном... Короче, не такое уж оно и секретное, но тем не менее, в специальном месте компании Samsung, где сегодня нам показывают Galaxy S21, Galaxy S21+, а также Galaxy S21 Ultra. Аккуратно. Сосредоточимся на старшей модели, это модели Ultra, но младшей в конце тоже покажем и расскажем. Быстрый обзор. Быстрый обзор, поехали. Пункт номер один, это внешность. В этом году решили уделить самое максимальное внимание дизайну. Каких-то супертехнологичных фишек в мире, в принципе, не появляется. Решили сделать красиво в плане дизайна. У младших версий Camera 3, у Ultra Camera 4. Смартфоны, скажу вам честно, особенно Ultra, прям громоздкие. Я, честно говоря, до этого думал, что 12 Pro, большой, толстый, тяжелый, после того, как взял в руки Ultra, это что-то с чем-то. Наши впечатления еще и основаны на Xiaomi Mi 11. По характеристикам, по экрану, по начинке, это во многом то же самое. Но при этом, посмотрите, какие габариты. Вот это и вот это. Опять же, на вкус и цвет. Кому-то, так сказать, нравится увесисто и габаритно, но смартфон прям здоровенный. И это он еще пока что без чехла. Что касается отличия по дизайну от прошлой версии, вот, пожалуйста, это у нас S20 Ultra, а вот это у нас модель S21 Ultra. Посмотрим, что на корпусе. Сверху ничего нет, только полоски антенн. Причем вот этот блок камер, он как бы сливается с верхней гранью. И, естественно, интересно, как это все в плане практичности, в плане уронил, сломал, поцарапал, как это все будет меняться. Сколько это будет стоить? Это прям очень интересно, потому что вот это вот, это цельный блок. Сбоку, с этого ничего нет. Здесь у нас тоже только полоски антенн. Снизу USB Type-C и динамик, сим-карт у нас. И здесь у нас качельки громкости, кнопка включения. Все очень просто и понятно. Сверху у нас еще микрофоны. До кнопки громкости практически не дотянуться. Вот, рука, громкость где-то там, она остается очень далеко. И у нас младшая модель. И что самое интересное, здесь громкость еще выше. Она практически вот в верхней части, и до нее тоже довольно проблемно дотянуться. Так что вот эти смартфоны, вот эти, то есть есть какие-то, можно купить не глядя, но вот эти смартфоны однозначно стоит в магазине потрогать, потестить, понажимать и понять, нужно ли оно вам вообще. Второе, это у нас экран. Занимает практически всю лицевую поверхность. В принципе, таким экраном особо никого не удивишь. У Samsung такие экраны уже довольно давно в плане качества, в плане изогнутости. Вот возьмем для сравнения Mi 11, пожалуйста. Вот все спеки. Спеки S21 Ultra. Это не спеки Mi 11, да, они здесь точно такие же. Тот же AMOLED-экран, такое же разрешение и такое же стекло Gorilla Glass Victus. Однако, компания Samsung говорит, что вот это вот самый сочный, так и говорят, самый сочный Vivid, а также самый яркий экран среди экранов вообще всех смартфонов. Это у нас какая-то полусредняя яркость. Максимальная яркость выглядит вот так. Это максимальная яркость на Samsung, это максимальная яркость на Xiaomi. И еще три интересных особенности. Это фронталочка, ну, в принципе, находится в привычном месте, но в старшей версии это 40 мегапикселей, а в младшей версиях S21, S21+, в том же месте, но это 10 мегапикселей. Если селфи, по-моему, важны, имейте в виду, в ультре 40 мегапикселей. Также у нас сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, тоже привычная фишка. Но самое интересное, это частота обновления. Она здесь меняется от 10 до 120 герц. Сама автоматически, в зависимости от контента. То есть, какой контент смотрите. Если это YouTube или игры, если вы просто читаете книжки с экрана телефона, герцовка снижается сама. Это сделано, чтобы экономить заряд аккумулятора. Ну и самое-то самое интересное про экран. Сейчас, ребяшки, схожу за стилусом. Пару минут, пока посмотрите интересное видео. Сейчас приду. Сейчас Аня поймет, что больше не будет переплачивать за связь. За месяц в Йота она узнала, сколько минут и гигабайт ей нужно на самом деле. Йота дает 2000 минут и безлимитный интернет на первый месяц, чтобы точно узнать, сколько тебе нужно, и платить только за это. Работает на сети Мегафон. Ребяшки, спасибо за внимание. Специальная ссылочка внизу. Рекомендуем. Так вот, стилус. Есть два момента. Во-первых, на видео. Стилус в комплекте не идет. Если он вам нужен, SP называется, да? Есть. Так вот, стилуса в комплекте нет. Если он вам нужен, нужно покупать отдельно. Но это еще половина дела, потому что прицепить его вот сюда, как в Galaxy Note, вы помните, было, но, в принципе, есть. Продается до сих пор некуда. Если вам нужно прицеплять стилус как-то к смартфону, значит, берется вот так вот, вставляется вот сюда вот. И вот теперь у вас есть для стилуса вот такая вот штука. Честно говоря, выглядит немножко как КПК, если вы помните, из каких-то 90-х годов. Огромный просто. Еще стилус здесь такой. Если вы доставите смартфон из чехла, то стилус прицепить некуда. Поэтому, как говорится, не потеряйте, если будете этим пользоваться. Но, кстати, по поводу чехлов. У нас тут есть, во-первых, вот такой вот. Вот такой вот есть. Уф, смешно загнулся. Розовый. А, это книжка. Так, раз, два. Загрузка. Вот, он LED View чехол. То есть, смартфон распознал чехол, предлагает еще всякие сюда надписи вывести, еще всякие штучки. Можно загрузить. К более серьезным вещам, это начинка. Начинка, естественно, топовая. Как обычно, у нас разделение. Exynos и Snapdragon. В России будет Exynos 2100, в США Snapdragon 888. Самые-самые топовые процессоры в смартфонах Samsung. Так вот, вроде бы все то же самое, что и в Mi 11. Да, то есть, ровно такая же начинка. Но в Samsung говорят, что в Ultra Best Smartphone Performance. То есть, лучшее быстродействие среди всех смартфонов вообще. Ну, ребятушки, имейте в виду, мощности растут, процессоры круче, нанометров меньше, гигабайт больше. Как это использовать, для чего, какие приложения запускать, по-прежнему, честно говоря, непонятно. Интересно по поводу аккумулятора. 5000 мАч здесь банка, но в младших версиях, естественно, аккумулятора чуть проще. У нас быстрая зарядка 45 Вт, но адаптера в комплекте, ребятушки, нету. В Samsung осмеялись-смеялись, и теперь адаптер в комплект не кладет. И надо понимать, что 45 Вт адаптер будет стоить денег. Его нужно докупать отдельно. Поэтому, если вам нужна быстрая зарядка, пожалуйста, 45 Вт. Это вот отдельный магазин, отдельный чек. Дальше. Камеры. На самом деле, самое интересное по поводу камеры, это то, как они выглядят. И более того, то, что с ними делать, если вдруг уронишь его вот так вот, и что-нибудь треснет. Потому что, повторюсь, вот эта часть, блок камер, это все литая конструкция вместе с верхней частью. Каких-то суперинноваций, честно говоря, нет. То есть, камеры, в принципе, такие же клевые, как и были в том году. В том году тоже камеры были вполне отличные. Кое-что докрутили, кое-что прикрутили. Например, теперь режим 4К 60 кадров доступен на обоих объективах. То есть, на обычном, а также на ширике. 4К 60 кадров можно снимать и на ширик. По-прежнему можно снимать 8К, а также чуть улучшили качество зума 100X. Вот, пожалуйста, демонстрация. Ну, такая функция, которая иногда, наверное, кому-то допригодится. Так, еще что интересно. У нас пункты еще особенностей. У нас защита от пыли и влаги по стандарту IP68. Это, пожалуй, здорово. У нас стереодинамики AKG, но при этом наушников в комплекте тоже не будет. Ребеншки, имеете в виду, раньше клали дорогие, хорошие наушники, сейчас нет. Модуль NFC Wi-Fi 6E, но и роутер тоже должен быть соответствующий, то есть поддерживать этот стандарт. И у нас есть поддержка 5G, которого в России, собственно, тоже нет. И напомним, у нас есть две младших модели S21. Вот этот класс. Лежит в руке отлично. Доступны разные цвета. У нас есть S21+, вот такой вот. Естественно, они будут стоить дешевле, но, тем не менее, начинка Snapdragon 888 или, собственно, Exynos 2100 здесь будут точно такие же. Да, есть какие-то отличия по камерам. То есть тут у нас 3 камеры, здесь у нас 4 камеры и зум чуть круче. Есть отличия по аккумуляторам, но, тем не менее, по мощности это тоже самое. Если вам мощность гораздо важнее, вы выбираете только диагональ. iPhone 12 Pro, пожалуй, что по диагонали сравним. Вот, да, с младшей моделью. Вот, пожалуйста. Ну и самое-то интересное, цены. Вот тут, конечно, все прям любопытно. Прямо сейчас Samsung Galaxy S20 Ultra, то есть прошлогодний, понимаете, стоит 94 990 рублей на сайте Samsung. Точной информации по стоимости S21 Ultra пока что нет, но есть информация по стоимости Европе в 120 000 рублей. И вроде бы так, ну, конечно, дорого, ну, а когда там iPhone сейчас тоже дорогой, вот это вот все, но камеры почти те же, экран почти тот же, аккумулятор почти тот же. 45 000 рублей. Ни на что не намекаем. Просто интересно почитать ваши комментарии. Galaxy S21 Ultra, спасибо компании Samsung, что позвали нас сюда поснимать. Надеюсь, их еще пригласят. Ждем ваши комментарии, увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова